Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл, разработчик Нарстрима. В этом видео речь пойдет о ночной ловле головля на перекатах на небольшой глубине. Просто, не знаю, кому-то может пригодиться. Я просто расскажу свои правила и безопасности, и рыбалки в таких местах летом. Сейчас, конечно, не лето. На самом деле, сегодня у нас уже 18 сентября. Ночная ловля головля на перекатах, она чем характерна? Перекаты, конечно, уже разные по глубине, разные условия. Но если мы берем среднюю реку, перекат с глубинами, например, от 30-40-50 сантиметров до метра-полутора, это уже явно считается большая, и вот в таких местах ночью головля выходит покушать. Причем покушать он выходит в разное время, но примерно в одни и те же локации. То есть, что мы делаем? Мы ищем либо русло, либо канаву глубокую. У нее должен быть каменистый выход. Течение не самая-самая сильная струя, но она должна быть где-то недалеко. То есть, вот такой условно-относительный затишок, струйка, и, скорее всего, ночью там вот можно будет кого-то поймать. Я сейчас нахожусь на своем любимом ночном перекате. Его я знаю, в принципе, досконально. Но давайте поговорим даже сначала не о рыбалке, а о более важной вещи. Это безопасность. Момент номер один. Одежда. Значит, если брать систему слоев, то если на улице просто гуляя в поле вы одеваете один слой, если вы идете на рыбалку, вы одеваете два слоя, если вы идете на ночную рыбалку, это минимум три слоя. Второй момент. Очень-очень важный свет. Фонарь должен быть нормальный, фонарь должен быть мощный. Я использую красный цвет, рыбе-то все равно. Но если ты включаешь красный свет, у тебя потом глаза очень быстро снова восстанавливаются в плане ночного зрения. Это важно. Дальше. Почему мы говорим о ночной ловле, а сейчас еще относительно светло? Это еще один момент про безопасность, которая очень нужна. Значит, мы перед тем, как начать ловить ночью, должны досконально пройти свой путь, который мы будем делать в темноте. Ну, либо как мы сейчас здесь будем стоять ждать заката и темноты, соответственно, либо выйдем, и я уже буду четко знать, как мне идти, чтобы ночью не сбиться. Почему? Потому что все-таки вот структуры перекатов, они неоднородные. Могут быть ямы, канавы, наоборот, мелики. И если ты, не дай бог, потерялся, если ты не знаешь, что будет у тебя в следующем шаге, а ночь, и вполне возможно, что туда ты просто не увидишь, в принципе. Если вода мутноватая, либо глубина более-менее большая, вот, ты четко должен знать, как выходить. Следующее в плане безопасности. Что всегда со мной? Всегда со мной пассатижи и кусачки. Понятно почему, потому что вот стоя по пояс в воде, не дай бог, что-то случилось, крючок в пальце, лучше пробить крючок, вывести жало, в плане, опять же, крючков в пальце. Обязательная вещь для ночной рыбалки – это подсачек. Вот он. Ну, это вот система, которую мы пользуемся давно, на магнитах. Как-нибудь отдельно расскажу. Сейчас как раз прорабатываем жилет-подсак, вот эту связку, чтобы было удобно, хорошо и комфортно. Почему подсак? Потому что хочешь, не хочешь. А, ночью ты изориентирован. Во-вторых, ты берешь рыбу в темноте, когда ты ее подбил, ты включаешь фонарь. И третья, ночью рыба часто ловится сильно крупнее. Теперь еще момент, который рекомендую, не обязательно исполню, но рекомендую. В коробках приманки должны лежать только самые необходимые. И вы четко должны знать, что там в вашем жилете, либо сумке, где что лежит. То есть у меня вот в этом кармане, например, лежат карабины и вертолюги. В этом кармане у меня лежат щипчики для внимания. В этом кармане у меня приманки. В этом кармане с внутренней стороны у меня пассатижи. Здесь у меня кусачки. Вот я вам сейчас рассказываю четко, что у меня где. И поэтому в какой-то момент, если мне вдруг что-то понадобится, в какой-то критической ситуации, я не буду теряться и вспоминать, куда же я это засунул. По самой рыбалке. Самый идеальный вариант, как вот здесь сейчас. Я стою на очень небольшой глубине, буквально 2-3 шага вперед, и там начинается яма. Яма не сильно глубокая, метр с копейками, но она с твердым дном, с растениями, поэтому здесь я использую только воблер СССР. Ничего другое здесь не пройдет. У меня три основные приманки для ночной рыбалки. Первая основная приманка – это чабики. 38-й и 41-й СССР. Вторая основная приманка – это микротапий. И вот сейчас у меня появилась третья основная приманка – это сьюзан. Чумовая вещь. На самом деле мы ее сейчас здесь тестировали, но ловили очень хорошо и днем, и ночью. Теперь она точно у меня живет в коробке, а в продаже она будет, ну, наверное, где-то в марте-апреле действия. Если мы примерно предполагаем, вот, например, мы сейчас стоим, система, вот идет основная струя, вот она. За основной струей берег, и вот здесь вот ослабление течения. То есть я перебрасываю в сторону берега приманку под кусты, стараюсь класть, медленно-медленно-медленно провожу до момента, пока приманка не вытягивается вниз по течению. Очень часто, не надо пренебрегать, очень часто поклевки идут, если вы кидаете слегка абстрим. То есть абстрим и пошли потихонечку, потихонечку вести приманку, опять же, до момента, пока она не ушла вниз. Еще одна важная причина приходить за светло. Вот у меня сейчас, как я уже назвал, там три основные приманки. Ну, как бы в этих условиях, да, в других условиях там будут другие, например, там какие-нибудь МР-ки, там СР-ки, еще что-нибудь, ДР-ки, неважно. Я сейчас даже, вот, собственно говоря, ловя на этом перекате ни один, ни два, ни три года, я буду стоять и прикидываться по-светлому, запоминать силу заброса, чтобы я не попадал в кусты, но моя приманка максимально близко под локтраве. То есть, постояли, 5-7, там 8 забросов, все, рука набилась, вы запомнили, с какой силой надо забрасывать, для того, чтобы не попасть в траву. По снасти, значит, если, например, на этом перекате днем я ловлю на какую-нибудь палку, там, грамм до 7, то ночью все меняется кардинально. У меня специально Канда X-Тревел до 12 грамм, причем тревел палка достаточно мощная, с мощным комлем. Почему? Потому что ночью вваливается, бывает, крупная рыба, здесь трава, поэтому рыбу крупную надо контролировать. Это может быть даже не галавль, здесь вот жерешок, там, ну, килограммов 4-5, это не абы вещь что. Не скажу, что ситуация прям стандартная всегда, но регулярно плетенка рвет на поклятке. Поэтому следующий момент плетенка, ночью не мелочимся. У меня 0,8 и, в принципе, это считается самой легкой. Для ночной рыбалки можно спокойно стоять переединичкой. Вот, потому что все равно приманки у нас СССР, идут они поверху, и то, что плетенка толстая, в этом ничего страшного нет. Ну, потеряйте немного загрузки. Вот. По поводу сплава. Я не сторонник сплавлять приманки далеко. Ну, как бы, если условие позволяет, наверное, да. Но вниз, как я уже сказал, как бы, ну, поиграть можно, но вот тащить монотонно против лечения приманку, я так не делаю. Темп проводки медленно, максимально медленно. То есть, по сути, если вот мы делаем заброс, сейчас, наверное, будет не видно, смотрите на катушку. Я думаю, так будет понятно. Вот я забросил чуть-чуть ниже. Все, я делаю просто, по большому счету, я выбираю слабину. Как только я почувствовал натяг, то есть, все, приманка заиграла, я вообще не работаю катушкой. Абсолютно. А зона пролова я контролирую просто дистанцией заброса. То есть, я кинул поближе, проловил ближнюю зону, подальше проловил дальнюю зону, еще дальше проловил следующую зону, и вот так вот пробиваю все по максимуму. Поэтому, опять же, разные приманки, например, там 41-й чапик летит дальше сильно. Ближнюю зону я, например, могу проработать сьюзан, ну, ее будет Сузанна сильно называть, вот, или микротапи. Сьюзан летит чуть дальше, микротапи чуть ближе, но там они примерно одинаковы по дальности. Если мне надо проработать дальнюю зону, от себя имеется в виду, вот на снос, я буду уже использовать чапик просто потому, что ничего другого туда просто не достанется. Как я уже говорил, очень часто имеет смысл делать вот так. То есть, вот мы стоим, вот там вот у нас идет как раз струя, канава, глубина, и вот здесь такие вот, условно говоря, канавки уже с твердым дном, подъемы всякие, рельеф, на которые вот этот вот хищник, значит, ну, это и выходит. Заврос вот так вот чуть вверх, но эта сьюзан она позволяет. То есть, вот прям минимально-минимально, я просто выбираю слабину, давай чуть-чуть возможности приманки своими крыльями сыграть. Все, обычно этого хватает для поклевки. Ну, это мы отдельно про сьюзан будем рассказывать, это как бы уже другая песня. То есть, вместо кролера вот такого вот, имитации цикады, можно спокойно ловить любой ССР-кой, широкой лопатой, как бы работать уже будет. Не надо заставлять апстримом, когда ты ловишь апстримом, не надо заставлять приманку активно-активно работать. Этого не надо. Достаточно, если она будет не сильно колебаться, шевелиться, рыбе этого хватает. То же самое касается пенсилов, кстати. Пенсилов, стиков и прочего, и прочего. То есть, вот дергать как полоумный, как вот какую-нибудь проводку в этой рыбалке, в головлиной не надо. В ночной то же самое, не нужно. Собственно говоря, ну, наверное, все. Сейчас мы дожидаемся темноты и начинаем ловить. Небольшая. Не трофишка. Хорошая, но не трофишка. Ночью мы не рискуем. Ночью мы берем в пасак. От греха подальше. Ну, такой. Маханький, можно сказать. Можно сказать, маханький. Но ничего, приятно. Ну, как всегда, микротек. Но я очень надеюсь, что ты первый. Небольшой, но важный. Потому что это значит, что какая-то активность в голове есть. Время всего лишь, даже еще нет девяти. Уже стемнело, но девяти еще нет. Вот первые силы. Отпускаем. Хоп. Хоп. Контакт. И есть. Что-то вообще непонятное. Потому что так было странно. Нет, просто маленький, маленький, маленький головник. Где ж твоя мамка, папка, а лучше бабушка с дедушкой. Ну, ты же маленький. Ну, ты для этого маленький. Еще, кстати, момент вспомнил. На мой взгляд, очень важный. Вот я сейчас ловлю, у меня на мне непромокашка. Дождя нет и не предвидится. Но обязательно сверх непромокаемую одежду по одной простой причине. Если заходить глубоко, то очень часто ты цепляешь локтями в воду. Соответственно, вот непромокашка от этого просто предохраняет. Потому что мокрые локти в течение трех-четырех часов приятного честного аромала. Надевайте гнипомокашке. Если именно будете ловить по глубокой воде, сходите глубоко. Трава. Удома. Или не трава? Нет, не трава. Раз подбил, два подбил. Раз ударчик, два ударчика. Я не понимаю, то ли трава, то ли рыба. Ну как бывает. А это вот. 200 граммовый чегрошочек. На тихого чабика сайлента. Даже в подсак брать не надо. Главное зафиксировать клиент. Нет, мы не так и ждем. Это вот прям совсем верить какой-то размер. Нам нужно раза 3-4 подборожки. Надеемся, мы не так и ждем. Вот, хороший. Не огромный. Квачок. Я небольшой. Вначале дал, дернул. Думал, хороший. Не. Окило. И вот такой. Можно даже поменьше. Гран-300 даже, маленький. Ну что, лучше подсак. Лучше потратить несколько минут выдаст ее крючок из сетки, чем эти несколько минут выдаст ее крючок из пальца. Рыба в подсаке. Первым делом мы что делаем? Держим подсачек. Смотрим, как он сел. Достаем, как я уже сказал, из этого кармана. Я четко знаю. Еще щипчики маленькие, большие не нужны. Чайник щуку ловим трофейную. И аккуратненько, аккуратненько освобождаем в подсаке рыбу. Вот. У меня подсак со страховкой, естественно. Поэтому я не сильно боюсь, что я его потеряю. Поэтому так спокойно беру. Все, освободили. Щипчики на место. Казалось бы, простейшие действия, но они должны быть, условно говоря, доведены для автоматизма. Почему? Потому что ночью. Потому что ночью очень легко ошибиться и будет грустно. Но чтобы грустно не было, мы должны четко знать, что делать. Самое главное, не забывайте, что вот в этот момент, когда берешь рыбу в подсак, очень часто идет заклесток. Рядки за вершинку. Зальпан. И за следующее кольцо. Вот. Аккуратнее с этим, внимательно. Потому что очень легко потом просто сломать. Особенно, когда будет эйфория от поимки. Так, а что я? У меня выключено все было. Дом дальше. Хороший. Сосок. Собак. Ну вот обидный сход, что? Сюзанна. Ночь. Улица. Фонарей не видать. Луна, зато он. Вместо фонаря. Вот. И обидный сход. Тащил хорошего уголовника. Ключевое слово, хорошего. Ни 300 грамма, ни полкило. Ну, сошел. Бывает. Причем, крючки поменял, поставил крючки больше, чем в оригинале. И вот что-то, блин, сорвался. Он в траву нырнул. Все, и сошел. Ну что, время полдвенадцатого. На самом деле хватит. Все. Да, крокодилов не поймали. Но сентябрь. СССР ловли. Несколько хвостиков взяли. И... Хорошо. Так что, со всеми прощаюсь. Может быть, вот такой мой небольшой опыт вам поможет. Всего доброго. Увидимся на воде.